Привет, друзья, это Илья, я нахожусь в Стокгольме, в аэропорту Орландо. Прилетел из Праги. Я думаю, что большинство подписчиков в нашем инстаграм, на ютуб канале хотели бы зарабатывать 15, 20, 30, 40 и даже 50 тысяч евро в месяц инженером, врачом, медсестрой. Да, это та страна, в которой самые высокие зарплаты. Одна из благополучных стран Евросоюза. И я, если кто-то не знает, являюсь резидентом Швеции. У меня есть и ВНЖ, и ПМЖ. Второй язык здесь английский, то есть шведский язык в Швеции не обязательно. В Стокгольме, кстати, похолоднее, чем в Праге. Примерно 3-4 градуса тепла. Обычно я использую автобус. В автобусах хороший Wi-Fi. Как раз вот он идет. Сейчас я куплю билет и поеду в Стокгольм на станцию Т-Централа. А вот и автобус. Обратил внимание, много здесь работают представители из Турции. Насколько я знаю, зарплаты тут начинаются, если на семью, от 2000 евро и выше. Там 22-23 тысячи крон. Шведских крон. Так, мне нужно купить билет. Переходим на английскую версию и смотрим билет. Значит, в одну сторону стоит 119. 323 крона. Это просто посадка. 323 крона. Это 37-38 евро. До аэропорта такси обойдется в 535 крона. Это 60 евро. Я сейчас иду в сторону Агам-Ластана. Этого самого старого острова, с которого начинался Стокгольм. Я показывал его из самолета сверху. Вот также самокаты Limes. Кстати, в Чехии, в Праге также можно взять в аренду самокаты. Здесь цена будет за час. Сейчас скажу. Ничего не написано. В общем, мы эти самокаты используем. Периодически вот сейчас в Кракове пользовались за 0,5 злотых. Кстати, уже слышал очень много русских, которые шли мне навстречу. Сюда приезжают учиться. Здесь, в Стокгольме, находится один из самых старых университетов Скандинавии и Европы. Ровесник университета Падуа. Шведы очень любят свои флаги. Флаги присутствуют везде. 25 крон. Это 3 евро. Неплохо. Флаги. Весной и летом здесь проходят соревнования по байдаркам. Шведская академия. Шведы очень гордятся, что Нобелевскую премию выдают именно в Швеции. Вообще, вся Европа поднялась на много метров. То есть, когда-то здесь было внизу еще несколько этажей. То есть, город откапывался. Здания очень старые. Сейчас я вам покажу отель, в котором я живу. Произведение искусств. Вкусно вид. Так все выглядит. Но когда вы спускаетесь вниз, вы просто выпадаете в старый город. Тут и арочки. К нам целая улица. Так вот. Когда-то тут была, наверное, старинная улица, по которой ездили на лошадях. Вот. Вообще, шведский минимализм, он в какой-то степени даже лучше, чем... Вот такая вот комната. Обошлась она 70 евро за ночь. Мне сделали подарок. Что здесь было раньше, непонятно. Но здание очень старое. Это арочка. Но энергетика. Здесь особая энергетика. Так, друзья, приезжайте на Гамластан, останавливайтесь на этом чудесном, старом, известном, знаменитом острове в центре Стокгольма, столице Швеции. Всем привет, друзья. Я в Стокгольме. Погода сегодня хорошая. где-то плюс 5 градусов. Это Королевский дворец. постараюсь отдельно выделить несколько часов на съемку внутри, снаружи, если кому-то это интересно. Но меня больше на самом деле интересуют не туристические маршруты, а то, как живут эмигранты, которые приехали из стран бывшего Советского Союза. Я, конечно, после Мексики, немножко замерзаю в Швеции. Когда выезжалось в Камкур, было 35 градусов жары. Если вы еще не видели наше мексиканское видео с эмигрантами, которые переезжают в США через Мексику, через Тихуану, Мехикали, Пуарес, Сонору, очень рекомендую посмотреть на нашем YouTube-канале. Нашему YouTube-каналу, кстати, уже больше трех лет. Примерно 80% видео связаны с США и с Мексикой. Там вы найдете семьи из Кыргызстана, которые прямо из Москвы вместе со мной доезжали до США. Все это есть. Мы тогда делали около 12 роликов. Обзор, репортажи, какие-то нюансы. Это была огромная семья. Да, их было очень, на самом деле, очень много. Все это есть. Я буду постепенно выкладывать на Instagram.tv. Ну, кстати, парень с футболкой, он идет. Я представляю, если он приедет в Мексику. Так, друзья, я иду навстречу. Кстати, кто и не знает, друзья, я резидент Швеции. Жил долгое время в небольшом городке Арвика. Это было еще до Америки, до переезда в США. Этот город, 35 тысяч населения, находится на границе с Норвегией, примерно 80 километров от Осло. Также в 30 километрах от Арвики находится горло Карлстад. Это концентрация учебных заведений. Много студентов. Для сравнения, завтрак в Швеции, это центр, это кафе, сетевое кафе. Получилось по цене 100 крон, это где-то 11-12 евро. На рубли это где-то 850 рублей. В Шоколаднице в Москве завтрак стоит 500-600, ну, ненамного больше. Москва вообще особенный город с особенными ценами. Вот, кстати, проезд на метро. Билет на 75 минут, на взрослого 45 крон, на ребенка со скидкой 31 крона. Субтитры создавал DimaTorzok